Разговор по чесноку на радио UFM Разговор по чесноку на радио Что можно ожидать от нашего российского кинематографа в оставшиеся 10 месяцев? Год кино... Я иногда говорю о том, что мне по-своему жалко, что год кино происходит именно сейчас Потому что, с одной стороны, это такой год, который должен дать очень сильный толчок индустрии Но жалко, что год кино попался именно на тот год, когда депрессия в экономике, нефть дешевая и так далее Потому что, если бы это в процветающий год, я думаю, что дал бы сумасшедший толчок В любом случае, в год кино, я думаю, надо ждать большого количества мероприятий, популяризации этого искусства, во-первых Во-вторых, как сейчас говорят, что фонд кино, который у нас главный государственный инвестор в кинематограф Что они будут выделять деньги на невозвратной основе в этом году Потому что обычно фонд кино выделяет деньги и, соответственно, просит их потом назад вернуть на определенных условиях с проката В данном случае они будут выделять на невозвратных условиях Это даст возможность продюсерам больше создавать Больше, может быть, рисковать с поиском каких-то новых интересных форматов В общем, думаю, что выйдут интересные проекты в этом году Ну, вот примерно, в каком жанре могут они выйти? На что будут ориентированы режиссеры? Как бы веселить или, может, учить? Ориентированы будут на все Веселить однозначно, что выйдут какие-то новые комедии Потому что, ну, это беспроигрышно, люди посмеяться любят всегда Но, во всяком случае, сейчас появилось очень много новых острых тем Это, ну, там с 2014 года, когда идет Украина, потом Сирия, потом вот ситуация с Турцией Не в том даже дело, что непосредственно об этом снимать А менталитет людей становится другим И их начинают интересовать другие темы Может быть, более острые какие-то тематики И плюс это очень быстро меняется Иногда бывает, что, например, вчера казалось, что актуально вот это И люди хотят там об этом смотреть кино А кино снимается долго И кто-то из продюсеров написал сценарий и начал снимать кино Ну, а пока оно выйдет, например, год спустя Уже все переменилось, сменился менталитет Сменились актуальные темы И поэтому вот сейчас предсказать, что выстрелит Не знаю Во всяком случае, конечно, ну, патриотическая волна будет хорошая То есть явно будет много Я думаю, что связанное, ну, с какой-то, не знаю, там Силой российской армии Может быть, что-то будет наверняка Наверняка будет что-то, ну, такого патриотического настроя Комедия, конечно, тоже Тоже можно патриотического настроя Какой-нибудь комедия Да, да, не обязательно Комедии вообще, вот, допустим Самый лучший день Как бы кто к нему не относился Но ведь это же ноу-хау Это, то есть, фильм, снятый в формате караоке Где зрителям предлагают петь в зале Кому-то, может, не нравится Я вот не выношу караоке Но я отдаю должное вот этой вот идее Потому что это очень интересная креативная задумка Или, допустим, вот сейчас выходит там «Хардкор» Знаете фильм «Хардкор» Где все снято от первого лица Ну, скажем, как игра в дум, да В компьютерную игру То есть, руки человека перед ним, перед собой Это очень такой динамичный, напряженный боевик Все это снято на маленькую GoPro Которую актеру закреплена на груди Это может быть... Ну, то есть, вот это Это необычный эксперимент Никогда такого раньше не было И это делают наши Это вот здорово Наши вводят ноу-хау, можно сказать Да, бихомамбетовский взять, допустим, убрать из друзей Ужастик, который основан полностью на событиях Которые на экране компьютера происходят Да, когда люди переписываются через скайп Социальные сети и тому подобное Это ноу-хау И это сделали, ну, как бы В значительной мере российские, да Кинематографисты Это здорово А вот ранее было заявлено То, что на три американские или западные киноленты Должна обязательно уходить одна наша кинолента И многие скептики думают, что наши просто не успеют снять качественный продукт Вы как к этому относитесь? Фильмов-то снимается достаточно много Успеет ли снять качественный Трудно сказать Я, хотя вот я и заинтересован вроде в том, чтобы кинотеатры показывали наше отечественное кино Но при этом я не уверен, что я хорошо отношусь к этой идее Дело в том, что мы же понимаем, что кинотеатры, ну, условно говоря У нас отношения какие? Мы кинематографисты Это, ну, вроде, как сказать, скажем, модельного дома, который шьет одежду, да Но эту одежду потом надо выставить в какие-то магазины, чтобы она там продавалась Вот мы, если это модельный дом и ателье, то кинотеатры это наши магазины Если магазины будут недополучать прибыль, они станут невыгодны, они начнут закрываться И где мы тогда начнем продавать, будем продавать нашу одежду, да Мы тоже хотим, чтобы кинотеатры процветали А кинотеатрам, чтобы процветать, им надо, ну, иметь некую предсказуемость Что, например, рискну-ка я возьму там отечественный фильм какой-нибудь там, ну, не знаю Там Левиафан, например, в прокат, который, не знаем, мы соберет он зритель или не соберет Но для того, чтобы вот так рискнуть, мы должны быть уверены, что какой-то другой фильм, который идет в другом зале Он-то уж точно соберет И, например, когда нам присылают какого-нибудь Дэдпула Мы настолько уверены в этом Дэдпуле, что одновременно с ним, например, мы можем запустить там Какой-нибудь рискованный российский фильм, да Если мы начинаем кинотеатрам жестко запрещать там Дэдпула Нельзя это, нельзя это, то нельзя показывать там российский Если нанести кинотеатрам, ну, как сказать Если они начнут, станут неуверены в завтрашнем дне Если они начнут коммерчески плохо окупаться То есть кинотеатрам надо, по сути, дать право выбора, что именно показывать Кинотеатрам, они ведь как? Кинотеатры хотят заработать В этом нет ни хорошего, ни плохого, но это магазин Они не культурное заведение, которое обязано, так сказать, нести благо Им нужно заработать Они с удовольствием возьмут любой местный фильм, российский, татарстанский Если они почувствуют, что они заработают на этом Просто дайте им такой фильм, чтобы они посмотрели и поняли Да, мы это возьмем, потому что на этом, кажется, на это люди пойдут Вопрос в том, что такие фильмы надо снимать Как только они такие начнут сниматься, кинотеатры будут их с удовольствием брать Знаете, допустим, вот этот вот феномен Якутии, про который очень часто говорят В котором начинают доминировать отечественное кино Знаете, да, Якутия, у них очень популярны свои фильмы Вот недавно смотрел, допустим, ну, насколько вот самоуверенность Да, один уикенд ставят В один уикенд выходит местный фильм, такой малобюджетный, там около двух миллионов И Гарри Поттер в один уикенд Только сумасшедший будет ставить, да, но не в Якутии В Якутии местный фильм сборов в два раза больше, чем Гарри Поттера И у них теперь американские прокатчики Когда ставят, допустим, общемировая премьера какого-нибудь там блокбастера В Якутии они у кинотеатров уточняют Не выходит ли у вас в этот день какой-нибудь местный ваш фильм Если выходит, они сдвигают свой релиз Потому что якутские кинематографисты более успешны Вот же, то есть кинотеатры сами хотят показывать свое Потому что на это зритель идет Ну, будем надеяться, что и остальные области республики тоже потянутся А вот что больше всего любит зритель, вот на ваш взгляд? Американского Дэдпула, например, или какую-нибудь нашу добрую комедию? Потому что, зная с Дэдпулом, как они провернули эту пиар-кампанию Подняли, потом выходят люди из кинотеатров и какие-то разочарованные Знаете, ну Дэдпул это вообще такой необычный, такой странный феномен Просто, ну, парадоксальный супергерой У нас в последнее время вообще череда парадоксальных супергероев То там какой-то там енот с пистолетом бегает, да, какое-то говорящие дерево Тут вот теперь какой-то, значит, с шутками ниже пояса там супергерой бегает Но, сейчас давайте я сформулирую, попробуем Американское кино, вы понимаете, оно не американское У нас иногда говорят, что это американцы со своими блокбастерами и так далее Они очень отчетливо, американцы понимают, что мы не снимаем американское кино В этих фильмах нет ничего американского Мы снимаем такие фильмы, из которых вычищается все узко национальное Для того, чтобы они были в равной мере понятны зрителю в любом мире Допустим, выходит по всему миру Выходит Дэдпул, он точно так же понятен в Китае Он точно так же понятен в Австралии и так далее А национально-американского в нем, правда, ничего нет Мы очень редко в американских фильмах можем встретить что-то действительно американское Допустим, День Благодарения Чисто американская фишка, которая по большому счету нам не нужна Поэтому мы в последнее время про День Благодарения нередко слышим Или какой-нибудь там Маунт Рашмар, где головы этих самых президентов в скале высечены Как давно мы их видели? Раньше вот их тыкали все время, теперь нет Потому что не национально... Или там американский футбол, да? Что нам американский футбол? Мы его не смотрим Вот американские фильмы сделаны так, что они все свое национальное оттуда убирают И оставляют только, ну скажем, общечеловеческое В чем сила нашего кино, допустим, российского, татарстанского и так далее Что если мы берем бюджет меньше И мы рассчитываем, что этот бюджет должен окупиться на территории, допустим, России Мы, наоборот, в наши фильмы можем добавить наше национальное, то, чего у американцев нет И тогда мы сможем с ними конкурировать Да, у них огромный бюджет, они там 200 миллионов долларов вкладывают А мы, допустим, можем 10 вложить, да? В 20 раз разница Но зато мы рассказываем о чем-то таком очень нашим российском, чего у американцев нет И вот ради этого зритель приходит на этот фильм Допустим, не могут американцы сделать что-то подобное, там, «Брату-2», да? Или особенно с национальной охоты Это чисто российский вот феномен Вот за счет этого может существовать, по крайней мере, на этапе разгона российское кино А уже дальше, если российские продюсеры, типа, там, Бондарчука, Роднянского и так далее Если они чувствуют, что мы собираем реально большой бюджет И готовы сделать такой блокбастер, что он на мировом пространстве Попытаются конкурировать с американцами Ну, тогда вот возникают феномены, там, типа, Сталинграда и тому подобное Успешно, неуспешно, но, во всяком случае, это еще один сильное движение В то, чтобы выйти на мировое пространство И, в общем-то, ну, неплохое Я думаю, что молодцы наши серьезные продюсеры, которые стараются это делать Вот весной 2016 года, насколько я знаю, даже 10 марта выходит комедия вашего производства «Семейные хлопоты» С чего возникла идея снять такой фильм? Знаете, давно уже стоял, ну, у нас в... Это вот вопрос, тема, которая очень важна для нас Для нашей республики Вопрос взаимоотношений между русскими и татарами Между христианами и мусульманами Да, вот эта вот толерантность межнациональной, межрелигиозной Она, он, этот вопрос очень актуален для нас И самое главное, что, ну, это некий такой наш ноу-хау Потому что вот сейчас в Европе взять, да, кризис с беженцами, мусульманами Там, ну, много там других стран, допустим, там, суниты, оловиты, христиане, там, в Сирии Как людям разных культур, разных вероисповеданий суметь жить в одном культурном пространстве Вот на одной территории И весь мир ищет ответы на этот вопрос А мы как-то... А вот посмотрите, вот же у нас, пожалуйста, в Татарстане Конкретный пример, можно прямо пойти, посмотреть, как это в семье происходит Как это на улице происходит Вот у нас в Кремле рядом стоят, да, мечети и собор, да Это совершенно естественно смотрится Вот, это очень, очень наша тема, татарстанская Но почему-то, когда вот заходят вопросы о межнациональных отношениях Часто люди начинают поднимать ее так очень серьезным лицом Давайте снимем драму, там будет конфликт, там будут слезы Там будет несчастная девушка, там будет брошенный ребенок И, ну, что-то вот такое вот Может быть, оно в конце закончится хорошо, но там чьей-нибудь нравоучительной речью Там, ну, серьезно Нам хотелось сделать совершенно по-другому Мы хотели поднять эту тему, но поднять ее в очень легкой форме такой развлекательной, позитивной комедии Которая хорошо кончится И, ну, в общем-то, зритель пришел в зал Ему весело просто, он посмеялся, поднял себе настроение А потом вышел из зала и, ну, задумался И его догнало, ну, то, какая на самом деле серьезная тема И как на самом деле серьезное событие, которое он здесь такой легкой развлекательной форме видел Вот наше видение, что ли Ну, вот, что интересно, вот, многие мои знакомые говорят, что вот в этом фильме вот прям явно поднимается проблема двух религий И вот есть такие люди, прям скептики самые настоящие, критики, которым надо обязательно до чего-нибудь, ну, дорваться Вот, и любят особенно дорваться до темы религии Не боитесь там какие-нибудь такие высказывания по поводу фильма? Когда мы брались за этот фильм, мы однозначно понимали, что тема очень тонкая И что, ну, это, скажем, такая вот, надо пройти по лезвию, чтобы, ну, не дать повода Если считать, что это две стороны, а я думаю, что этот фильм смотрит шире, чем только две стороны Вот чуть уклоняешься в одну сторону, это обидит других Или наоборот, да? Потом вопрос, ну, как закончить эту историю? В чью пользу должна быть эта история закончена? Ну, и, в общем-то, нам удалось найти такое креативное решение, при котором мы сейчас показывали самым разным людям Они смотрели фильм, и они говорили, да, мы этот фильм поняли, и этот фильм, он правильный, он нас не обижает Ни татар, ни русских То есть, не знаем, что уж произойдет после проката, надеемся, что все будет так, как мы это Но пока вот те фокус-группы, скажем, на которых мы проверяли, они говорят, да, вам удалось пройти, ну, между вот этими двумя злами Хотя, конечно, ну, всегда есть люди, скажем, таких совсем крайних взглядов, которые, например, говорят, что Нет категорически я против любых смешанных браков, и там никакой толерантности, я категорически против толерантности, я этого не выношу Татары должны быть с татарами, и все остальное — это зло, например Ну, такая точка зрения тоже существует Я лично думаю, что умение жить в мире и умение находить компромиссы — это все-таки более, что ли, в современном мире важное, чем умение настоять на своем и бороться, так сказать, за некую чистоту нации, что ли — За вашими причинами вот такие сильные картины, как вот «Айселу», «Заступница» и не тяжело ли было перейти из такого серьезного жанра в жанр комедии? — Я обожаю менять жанры, как раз я стараюсь никогда не работать в одном жанре, там подряд несколько раз, во-первых Во-вторых, я работал в комедии «Самый первый мой», ну, можно сказать, фильм, там был сериал, 12-серийный, назывался «Любовь по заданию», он выходил в 2004 году или в 2005-м тогда, по телевидению по нашему татарстанскому, это была вот тоже комедия, ситком, то есть, можно сказать, это жанр, с которого я начал Недавно вот мы «Ужастик» сняли, например, в сентябре, такой экспериментальный, тоже мне очень нравится Вообще комедия — это, конечно, очень тяжелый жанр, но я бы сказал, наверное, ну, что самый сложный Драму снять легко, вот драмы гораздо-гораздо легче, чем, допустим, остаться в рамках жанра, насмешить людей, развеселить При этом не уйти в пошлость, не уйти куда-то там ниже пояса Ну, надеюсь, что нам удалось здесь Просто, знаете, мы же понимаем то же, что мы делали фильм под татарстанский прокат И в татарстанском прокате он конкурирует и с американскими фильмами, и с российскими, да, с федеральными Что-то в нем такое должно быть особенное, что выделяет его Ну, во-первых, понятно, что это наше Во-вторых, ну, это наша очень насущная, актуальная для нас тема В-третьих, когда мы снимаем комедию, как сказать, комедия не очень ее качество зависит от бюджета Потому что, если мы снимаем фантастику, фильм за 200 миллионов долларов, за 10 миллионов долларов, за 500 тысяч долларов Разница будет колоссальная А вот насмешить людей, можно человека насмешить и за 200 миллионов долларов, можно и за миллион рублей насмешить, да, условно говоря Вопрос в качестве сценария, вопрос вот именно в этом понимании, что ли, того, что людям близко, что их взволнует Поэтому комедия, то есть это отчасти и наш душевный порыв Отчасти это и результат какого-то маркетингового взгляда Я вот представляю себе, как можно снять вот ужастик на такой большой студии Ну, вы говорили, что вы принимали участие в этих съемках И вот как вам удалось снять вот в таком духе? Ужастик? Принять участие в ужастике Ужастик это был у нас экспериментальный проект в сентябре в этом году Когда проходил в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино Проходил воркшоп И мы, значит, поставили себе такую интересную задачу Что формируем съемочную команду из всех желающих, кто находится в зале Это проходило в кинотеатре «Мир» И за шесть дней полностью должен быть создан фильм На седьмой день состоится его премьера Вот, то есть за шесть дней полностью придумали сценарий Который мы вместе обсуждали Большой зал Все там предлагали свои идеи, накидывали Потом за две ночи, в общем-то, он был снят Ну, пугает людей Фильм называется «Пленка» Он есть в открытом доступе в интернете Мы, во всяком случае, в кинотеатре, когда смотрели там люди Подскакивали на креслах только так Будет интересно тоже глянуть Вот, в открытом доступе посмотрите в интернете Фильм «Пленка» Вот как вы думаете, насколько тяжело региональным режиссерам Собрать хорошую съемочную группу? Смотря какой регион Ну, вот, допустим, возьмем на вашем примере Как вы их собирали? В Казани не тяжело В Казани профессионалов много В моем случае это еще проще Поскольку я завкафедрой киноискусства института И, ну, меня всегда окружают очень талантливые студенты Выпускники, о которых я знаю, допустим Их, кого-то из них, может быть, недостаточно еще знают в индустрии Потому что для этого тоже надо внедриться Какими-то годами зарабатывать ими Но я уже знаю, на что они способны И настоящие серьезные профессионалы И я могу их взять к себе в команду Дать им себя реализовать А потом, после того, как фильм готов Они говорить, говорить, посмотрите Действительно настоящие профессионалы Видели, как свет поставлен Видели, как художники сработали Как гримеры сработали Да, это все делали наши студенты Вот Если говорить про тоталстант Скажем, про профессиональную команду Есть практически любые профессионалы У нас сейчас Нет каких-то, ну, может быть, нюансов Технических, которые надо привозить Из другого города Причем, ну, самых неожиданных Например, скажем, камеры есть хорошие Есть Свет есть хороший А вот, например, проблемы могут быть Скажем, с перевозным туалетом Вот пустяк, казалось бы, да Для съемочной команды Для съемочной группы очень важно Например, съемка идет в лесу Несколько дней подряд Что же они, ну, так и где должны ходить Да, должна быть Приехать специальный сервис Который занимается обслуживанием Передвижных туалетов, например Который привозит их, обслуживает там В Москве это есть, пожалуйста А у нас, например, если такое возникает Приходится Смешно Но приходится вот таких специалистов С их оборудованием заказывать Откуда-то из другого города Да То есть, проблема именно в сервисе Нет, это не только в сервисе В разных вещах Иногда бывает, ну, какие-то вещи Там необходимо действительно везти Бывает, что нужен какой-то очень большой кран Например, которого у нас нет Но В целом, в общем-то У нас специалисты есть свои очень серьезные Другое дело, что у нас уже сейчас проблема такая Что Нужно, чтобы этих специалистов Хватало на, допустим Три-четыре группы Которые работают одновременно Вот я снимаю фильм Одновременно кто-то снимает фильм Скажем, я снимаю заступницу А в это время Салават Юзеев снимает там Курбан Роман И мы обращаемся там К одним и тем же людям И Говорят Вот, а мы там у Леши работаем Или мы там у Салавата работаем Например Вот нам их уже не хватает Так-то они есть Просто все привыкли, что кино снимается не так часто А когда ему начинается сниматься часто Оказывается, что этих специалистов нужно больше Вот Ну, ваш институт, насколько я понимаю Готовит таких специалистов И часто вы привлекаете своих студентов К своим работам? Я привлекаю студентов к своим работам всегда Это, ну Я воспринимаю это и как свою обязанность Как завкафедрой Что, то есть Даже если мне бывает удобнее и лучше Там работать с какими-то другими людьми На этой стороне Я все равно беру студентов Потому что, ну Это часть учебного процесса Во многом, что ли И, ну Они меня не разочаровывают Я Конечно Тоже я беру не любых А они проходят какой-то Естественный отбор Даю попробовать всем Кто-то Отсеивается Кто-то остается потом долго А кто-то, ну, так сказать Который прошел через много ступеней Тот же Рустам Рашидов Который снимал СЛУ Вот он же, например Он там начинал Совсем уж ассистентом Там на первом курсе В первых месяцах Когда он там видеомагнитофон Включал записи там на кинофильме А сейчас он сам режиссер Который делает большие Там серьезные проекты Да Вот который у нас На семейных хлопотах Работал вторым режиссером здесь То есть люди вырастают И потом очень круто Идут по профессии Ну, вот сколько у вас уже Вот таких вот Матерых выпускников Вот два выпуска Моей мастерской Которые были Ну, вот Год назад Два года назад Там 18 человек Выпустилось Из них только один Не лауреат Международных кинофестивалей То есть, по-моему Там мы смотрели По статистике Двое не в кинопрофессии То есть, ну Там ушли Там по смежным Один музыкант, например Профессиональный Ну, как-то вот у него С музыкой пошло Вот, остальные практически Либо они на телевидении Причем по игровым там съемкам Либо они в кино Есть у нас Одна девочка Допустим, Марлену Хуцеева Работает ассистентом Она уехала в США Вообще там снимает Неслика работает в Москве На Мосфильме Одна вот Кухня в Париже снимала Участвовала там В съемочной группе Это вот все Наши студенты То есть, наши востребованные Очень востребованные Не только в Казани Но и в Москве И за рубежом даже А вот как вот У молодых специалистов Вот найти именно то Что ему надо В нем Как в нем найти? Да Какой-то подход Может к этим студентам Самое первое Это При их отборе При приеме На самом деле У нас очень сложное Собеседование Когда мы принимаем Студентов Там очень большое Количество вопросов Которые мы задаем Не просто там собеседование Ну вот почему ты там В кино ходишь И так далее Ну допустим Там Кадры Ну показываем там С большой скоростью Там например Лица режиссеров Это кто? Это кто? Это кто? Показываем картины Там Ван Эйк Кто нарисовал? Это там Левитан Кто нарисовал? Да Допустим Фрагменты музыки Там 40-ая симфония Моцарта Включаем там Это кто написал? Как называется? Да Какой-нибудь Полет Валькирии Там Вагнера Кто написал? И вот с большим темпом Каждому человеку Вопросов И мы уже Ну на этапе Когда принимаем студентов Группы Мы уже понимаем Что они чего-то стоят А дальше Надо смотреть Иногда бывает Что студенты Мы-то набираем Всегда режиссеров Но иногда бывает Что некоторые люди Идут Из кого-то вдруг Получается наоборот Оператор интересный А кто-то например В художественную часть Уходит Практически у нас Каждый кто работает Режиссером Умеет какую-то Вторую профессию Я сам допустим Ну я практически Всеми профессиями Занимался Но вот у меня Допустим К цветокоррекции Лежит душа Но люблю я Цветокоррекции Заниматься Или там музыку Пишу Вот что-то Последнее время Музыку сам пишу К фильму Тоже Ну то есть И вот у каждого Так вот У каждого студента Есть какое-то Своё параллельное Кто-то Например Свет хорошо Что умеет Ставить Так из них Собирается В итоге Очень Работоспособная Группа А бывало ли Такое То что Сейчас По сути Техника Особенно Камеры Микрофоны Доступны Абсолютно всем И по достойной цене Бывало ли такое То что Вот вы видите Работу на ютюбе На том же самом И Не хотели бы Вы там Его пригласить К себе Вместе работать Или чтобы Научить его Вот эти работы На ютюбе Или там Тому подобных Да На любительских фестивалях Там всё дело Совершенно Не в Технической части Не в том Как отснят Как смонтировано Сейчас Вот людей Которые Могут сделать Нормальный Красивый кадр И как-то Красиво это дело Там осветить В общем технически Сделать так что Похоже на кино Вот этих людей Прут пруди Их реально просто Так много Что Нет смысла Даже охотиться Вот за этим Потому что Вот здесь вот Под рукой Ещё 10 там Других таких же Которые умеют Снимать на Марк 2 Которые умеют Там ну Какими-то Допустим У него свои там Рельсы есть Тележку Он может это сделать Этим никого не удивишь Для меня Ценно Ценно Искусство Рассказывать истории Найти героя Который взволнует Зрители Не тебя может быть Одного взволнует Но вместе с тобой Ещё многих других Сделать так Чтобы зритель сидел И вот сопереживал Этому герою Сделать так Чтобы эта история Имела элементарно Начало развития И конец Вот эти вот Смотришь ролик на ютюбе Уж внешне Всё вылизано И чувствуется Что вот у человека Вся мозги Вся концентрация Ушла на то Как он там Цветокоррекцию сделает И какой он объектив Там на свой фотоаппарат Прикрутит Да Вот туда все эмоции У него ушли А вот элементарно Нет просто Начало И нет конца В ролике То есть они берут картинку А вот содержание Не особо сможет Вот это Самое слабое содержание Просто расскажи историю И Ну вот там С моей точки зрения Можно снять Совершенно Захватывающий Успешный фильм Просто на айфон Без всяких Выкрутасов Просто вот айфон Вот так снимаешь Если у тебя Есть понимание Драматургии Понимание режиссура Именно искусства Режиссура Ты снимешь так Что это будет Призы международных Фестивалей Получит Так что это телевидение Покажет Это будет востребовано А вот эти вот Все технические Выкрутасы Это все Заканчивается Видеографией То есть они Делают это Потом они понимают Что мы умеем Делать визуально Симпатичную картинку А больше мы Ничего не умеем И соответственно Где бы нам найти Применение Нашим навыкам Где кроме Визуально симпатичной Картинки Больше ничего не нужно Это видеография Всякие ловстории И это клипы И это Ну очень серьезно Очень интересная профессия Я с уважением С большим отношусь Но только это не кино Вот так Вот так оно и бывает То есть очень много Людей стало Очень много стало Клипмейкеров Которые мыслят По клиповски Но не могут Не могут рассказать Историю Не могут объяснить Кто их герой Почему они вообще Об этом снимают Почему это актуально Здесь и сейчас Не могут ответить На эти вопросы То есть для клипмейкеров Важно услышать Саму песню И уже по ней Делать сам клип Просто вот людям Нравится делать Красивую картинку Вот я ставлю Такой цветосильный Объективчик Вот так вот кручу И у меня там сзади Вот фон размывается И у меня такой бокс С такими вот шарами Разноцветными Например Получается И вот люди Упиваются этим К сожалению Они даже не понимают Очень часто Что вот это вот Искусство Не делает их Ну кинооператорами Потому что Вот эта вот Картинка хорошая Для рекламы И для клипов Она для кино Не годится Очень часто Потому что для кино Я наоборот иногда хочу Я хочу Чтобы это было грязно Я хочу Чтобы это было Ну взять какие-то Выдающиеся фильмы Там не знаю Тарковского Которые именно Визуально совершенно Тарковского Какого-нибудь Допустим Параджанова Да У них же изображение Другое Никто не говорит Что мы там гонимся За очень маленькой Глубиной резкости Из бока Вот с такими Разноцветными шарами Да По-другому строится Зачем например Я буду размывать фон Если режиссер Так продумал Что сзади Такая интересная Мизансцена Что мне не хочется Это прятать Мне хочется Чтобы оно тоже Было резко Да например Вот Другое мышление Оператора киношного Нежели оператора Который снимает Видеографию И рекламу И иногда Если вот человек Один раз У него повернулись Мозги под эту рекламу Он в кино Просто не может Перестроиться назад Два менталитета разных А вот Насчет фестивального кино Как оно вообще делается Потому что Насколько я понимаю Они абсолютно отличаются От тех Которые мы можем Посмотреть спокойно В кинотеатрах Да нет Объявляют На Каннском фестивале Называют Такие-то фильмы Смотрю Их почему-то Я не могу найти У себя В кинотеатре Все разные Все разные Фестивальное кино Это Какие-то необычные Нетривиальные Находки режиссера Они причем Бывают же фестивальные Фильмы Очень успешные Прокатно Взять допустим Ну того же Тарантино Который с одной стороны Снимает вроде бы Авторское кино С другой стороны Совершенно коммерчески Успешен Лас фон Триер Дэвид Линч Они все коммерчески Успешны очень Или взять например 70-е годы США Когда побеждали Спилберг Коппола Скорсезе Тому подобное Оно и фестивальное С одной стороны Побеждает на серьезных Каннский фестиваль Тому подобное Оно и Прокатное Успешно Вот так что Тут смешивать трудно Обычно Почему фестивальное кино Не подходит Для проката Не попадает В кинотеатры Оно слишком узкое По аудитории Оно Есть какие-то люди Которых оно Очень сильно цепляет Вот выворачивает Просто душу наизнанку А есть какие-то люди Которые Не захотят смотреть На эту тему Даже просто Даже не просто Этот фильм А на эту тему И вот Когда соотносишь Одно с другим Оказывается Что вот Костяк преданных зрителей Вот он вот такой А костяк безразличных зрителей Вот такой вот И кинотеатры Просто Ну Считают невыгодным Это показывать Хотя сам фильм хороший И сами прокатчики Прекрасно понимают Фильм отличный Отличный фильм Но Прокатывать не будем Ну Массовый толпун не зайдет Просто Да Ну А как вот Если Как сказать Вот сниму я сейчас Фильм на каком-нибудь Там Не знаю Необычном языке Там На суахиле И выпущу его в прокат Да Люди которые знают суахиле Они будут в восторге От этого фильма И он действительно Будет классный Да Но смысл его выпускать Если другие этого языка Не понимают Вот это то же самое Просто Ну В данном случае Это язык эмоций Ассоциаций Захотят Допустим Вот в Африке Не идет голливудское кино Ведь они смотрят Свои африканские фильмы Нигерийского производства А пытались заходить туда Голливуд И показывать им Свои блокбастеры Они приходят И говорят Фу Не хотим смотреть Что там замститель То же самое можно И с Индией сказать Индия Голливуд Индия смотрит Своё кино Зачем им чужое Когда у них есть своё Которое им очень нравится Да Вот Каждому своё Вот о планах на будущее Что у вас Вот после выхода В свет ваши картины Семейных опыт Если Наверное Хочется сказать Когда Я очень надеюсь Что этот фильм Будет успешен На него придут люди Думаю Что Они не разочаруются Здесь Будет интересно Как только мы понимаем Что вот этот вот фильм Успешен И он Откупил Окупил Свой бюджет В прокате Я думаю Что просто Облик Татарстанского кино Изменится Потому что Никогда раньше Не было прецедента Чтобы Фильм Во-первых Вышел в широкий прокат Вот просто Во всех кинотеатрах города Он показывается И во-вторых Что фильм Принёс коммерческую прибыль Если он принесёт Хоть небольшую Коммерческую прибыль Становится понятно Что Я могу Обратиться К коммерческим спонсорам Я могу взять Кредит в банке Я могу С самого начала Договариваться С кинотеатрами О тематике Например Фильма Я могу Расширять зонусы И В общем Я надеюсь Если вот это Удастся Бог даст Что Мы просто Начнём Производить Полнометражные фильмы В больших объёмах Будем вкладывать Свои деньги Будем брать кредиты Причём Это буду не только я один Я постараюсь Привлечь туда Лучших наших Там Выпускников Давать им Возможность Снимать фильмы Моя мечта Чтобы Я надеюсь Что это в течение Двух-трёх лет Произойдёт Что Ну в Татарстане Каждый месяц Будет выходить В прокат По одному местному Фильму Который люди Хотя бы А дальше Может быть и больше Который зрители Будут смотреть Ну вот самые ближайшие Планы После 10 марта Когда вот фильм Уже вышел Люди смотрят Отзываются о нём Будут ли какие-нибудь Ещё картины от вас Я рассчитываю По крайней мере Ещё один полнометражный фильм Снять Точно можно сказать Что Айсулу Вот сейчас вышел Это короткометражный фильм Мы его точно Хотим сделать Полным метром Причём Ну как и раньше Я хочу Чтобы это снял Рустам Рашитов Как режиссёр Пусть он Закончит этот проект Вот Есть ещё Один проект Приключенческий Тоже с нашими Национальными мотивами Татарстанскими С такими мистическими элементами Вот Его бы очень хотел снять Есть ещё Одна задумка Один из наших студентов Разработал Там мелодрама Вот В общем Если удастся Мы постараемся Это всё запустить И делать параллельно Для того Чтобы выпускать В прокат Один за другим Наши местные фильмы Татарстанскими А продолжение Семейных хлопот Не думали? Допустим Судьба Вот этого Сына Семейных хлопот Тут несколько вариантов Есть Если Всё это хорошо идёт Может быть Даже Будет продолжение Скорее в виде сериала Телевизионного сериала Может быть Так Причём Тут вариант Есть такой Что даже Не продолжение А может быть Приквел Интересно будет Потому что Вот история Нашего фильма Молодая семья Он русский Она татарка Семья живёт мирно Там Хорошо понимает Друг друга Но родился сын И они не могут Придумать Как его Назвать Всё-таки По-русски Или по-татарски Вокруг этого Заворачивается Вот эта история Но Ну скажем После этого Допустим Назвали его Каким-то образом Дальше идёт Ну скажем Просто семейная жизнь Понятно Мне интереснее Посмотреть Что было до этого А как была свадьба А как он Ей делал предложение А как они Познакомились И были ли у них Какие-то Ну трения Что они Притирались Другу Потому что Разные менталитеты В каких-то нюансах Как они Знакомились с родителями Как эти родители Знакомились с этими родителями Свадьбу Как хотели Кто-то предлагает Свадьбу так Отметить Кто-то так Кто-то говорит Что допустим Ну не знаю Там Пригласить певца Который татарские песни Будет петь Кто-то говорит Что надо вот туда Вот съездить Да Как между собой Договорятся Ну это Достаточно интересно Будет посмотреть Такое Я тоже думаю То есть Может быть Вот по этой По этой линии Мы пойдем Ну будет Очень замечательно И последний вопрос 28 февраля Оскар Как думаете Возьмет ли Ди Каприо Наконец-таки его Такой лейтогий вопрос Конкретно Конкретно Именно Ди Каприо Думаю Что все-таки Возьмет Он и по всем Так сказать Букмекерам Он лидирует Там все-таки С большим отрывом И если смотреть Ну остальных Кандидатов Все-таки Это гораздо слабее Гораздо слабее И Стив Джобс Получился И гораздо слабее Там этот Марсианин Да Слабее А вот Кто будет Лучший фильм Я честно говоря Мне и Выживший нравится И как лучший фильм Я бы ему отдал Но то есть Последнее время Вот говорят Что может быть Этот получит Игра на понижение Например Ну посмотрим Во всяком случае Интрига серьезная Ну что ж Пожелаем Леонарду Ди Каприо Удачи Пожелаем удачи вам С вашим фильмом Напоминаю друзья То что 10 марта В широкий прокат Выходит фильм Семейные хлопоты Обязательно смотрите И на этом друзья Наша программа Подходит к концу Большое спасибо Алексею То что вы к нам пришли Я напоминаю У нас сегодня в гостях Был кинорежиссер Сценарист Продюсер Заведующий кафедрой Киноискусства Казанского государственного Института культуры Алексей Барыкин Спасибо вам Большое спасибо На этом все друзья Программа С год чесноку Сегодня заканчивается Увидимся на следующей неделе Меня зовут Роман Полинсков Большое спасибо за внимание До свидания Разговор по чесноку На радио ЮФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова